Жители Тайваня выбрали президента на очередной четырёхлетний срок. Им стала действующий глава государства Ца Инвэнь. Она представляет демократическую прогрессивную партию, которая возглавляет Большую Зелёную Коалицию. Эта коалиция выступает за независимость Тайваня от КНР. Ца Инвэнь почти на 10% обогнала своего главного соперника, оппозиционера Ханя Гаюя из партии Гаминдан. Гаюи входит в Большую Синюю Коалицию, которая стремится к объединению Китая. В настоящее время Тайвань – это самопровозглашённое государство, которое образовалось после поражения Гаминдана в Гражданской войне в 1949 году. Правящая в Китае компартия считает остров своей мятежной провинцией и пытается вернуть над ним контроль. «У меня очень хорошее настроение. Сегодня я вышла на улицу очень рано, чтобы сходить на Площадь Свободы. Это место является символом независимости и демократии. Не думаю, что отношения Тайваня и Китая станут хуже. Они уже и так хуже некуда. Мы не боимся, тайваньцы не напуганы». Выборы в Тайване много значат и для Гонконга. В этом специальном административном районе КНР уже около полугода продолжаются протесты против растущего влияния Пекина. Раньше Гонконг был британской колонией, а потом его передали под управление Китая по принципу «одна страна, две системы». «Мы очень рады результатам выборов, поскольку не хотим, чтобы Тайвань закончил так же, как и Гонконг. Я считаю, что результаты выборов очень хорошие». Ца Инвэйн резко критикует форм управления «одна страна, две системы». Она не поддерживает присоединения, однако говорит, что готова на переговоры с Пекином. Между тем, компартия КНР резко сократила контакты с правительством Тайваня после того, как в 2016 году избрали Ца Инвэйн. Она также неоднократно отправляла к берегам острова свои военные корабли.